Работа структуры реабилитации в Церкви Исход не ограничивается рамками восстановительного центра. Служители регулярно проводят собрания с людьми, чьи родственники попали в пагубную зависимость. Через эти собрания мы учимся общаться в первую очередь, а во вторую не менее важно, потому что наркомания, алкоголизм это проблема всей семьи, это не проблема одного человека. И эти семинары, эти образовательные процессы, которые проводим мы здесь с родственниками, они помогают нам искоренить эту проблему от начала и победить ее в основании. Цель собраний в том, чтобы поддержать и научить родственников правильно общаться с зависимыми людьми, не поддаваясь на их манипуляции. После пройденного курса реабилитации важно правильно поддержать желание человека начать жить заново, без старых приятелей и привычек. Ну, во-первых, не каждый родитель может справиться с этим, многие не знают, что с этим делать. Здесь нас как бы всех обучают, кто-то знает, кто-то не знает, кому-то помогают во многом, как себя вести. Собрания проходят в живой форме общения. У родственников есть возможность получить ответы на интересующие их вопросы. Служители рассказывают о том, какую благотворительную деятельность ведет церковь. Много времени посвящается разбору священного писания, на основе которого строится программа реабилитации. Активная группа, и сюда люди только прибывают, потому что уже видят, что здесь действительно реальной помощью людям занимаются. Поэтому, как бы, очень хорошее дело. Я нисколько не жалею, что у меня муж сюда попал. Встреча открыта для всех желающих. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8 913 471 90 93. В минувший четверг чулочно-носочная фабрика «Омега» передала в дар служителям структуры фандрайзинга «Церкви Исход» партию своей продукции. Такая помощь для людей, проживающих в социальной гостинице и обском психоневрологическом диспансере, оказалась очень актуальной и своевременной. Кто нам помогает одевать, обувать ребятишек и взрослых, как инвалидов, все-таки большую благодарность выносим. Ребятишки у нас одеты, обеспеченные за счет благотворительной помощи. И, ну, конечно, и наша администрация очень регулярно там старается, чтобы не голодовали дети, не были босы, голые. Все они стараются вовремя делать. Привлекая бизнесменов к участию в благотворительности, волонтеры «Церкви Исход» показывают зрелость нашего общества. Ведь зачастую люди, имеющие возможность оказать помощь, не знают, с чего начать. Директор чулочно-носочной фабрики «Омега» Юнгу Анджан был рад возможности принять участие в социальном проекте «Церкви». Я когда увижу, кто на улице, который у кого-то невозможно без работы, без родителей, у меня просто сердце прохало. Я все время помогал. И тогда же время было в Китае, даже здесь. Когда увижу на улице людям без ничего, и говорит, я все равно помогаю. Социальные проекты «Церкви Исход» набирают обороты. Ранее основные ресурсы привлекались из личных сбережений служителей. Теперь в благотворительности участвуют организации, фабрики и физические лица. Люди большого сердца, которые могут вместить не только свои нужды, нужды своей семьи, но и нужды людей, которых они абсолютно не знают. Это люди, у которых большое сердце, у которых большая душа. Люди сильного такого характера, сильной воли, у которых большая судьба и великое будущее. С 31 октября по 4 ноября Церковь Исход традиционно устраивает в Новосибирске масштабный христианский праздник. Ежегодно в эти дни проходит форум «Миссия 100», приуроченный ко дню рождения объединения. Мы глубоко убеждены и верим, что эта конференция будет началом большого духовного возрождения или перерождения или становления в этом году объединения Церкви Исход международного движения нового поколения. В этом году тема ежегодного форума «Миссия 100» называется «Дух святой – дары служения». Уже сейчас творческая команда ведет тщательную подготовку. Для работы с хором приглашена хормейстер Сибирского академического народного хора Татьяна Бойкова. Они в этом духе живут, поэтому одно удовольствие. И вот как они готовятся, можно только им спасибо сказать за то, что они, скажем так, не подставляют, а вот именно идут навстречу. Международный служитель, апостол из Нигерии Ансел Мадабука вместе с супругой Эмми Казгей выступят главными спикерами на празднике. Специальный гость с Украины Алексей Захаренко проведет семинары для команд прославления. Организаторы форума уверены, что это будет особое время хвалы и поклонения Богу. Сюда приезжают не только с России, но и с других стран мужи Божьи, которые однозначно несут с собой определенную атмосферу. И что происходит в городе – утверждение власти и Божьего авторитета, наверное. На форум по традиции соберется вся пастырская команда объединения церквей «Исход» из более чем 30 городов России. Организаторы уже бронируют номера в гостиницах и хостелах для комфортного размещения гостей на время праздника. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 913 384 85 26.